День защитника Отечества – праздник мужественных и сильных. Этот праздник напоминает о гражданском долге, высоком человеческом назначении. Эти слова можно отнести к сотрудникам следственного отдела. Многие из них прошли срочную военную службу и все без исключения сегодня верно служат общему делу, защищают и приумножают профессиональные достижения, важные для укрепления авторитета следственного органа. В следственном отделе города Конакова на данный момент трудятся 6 сотрудников мужчин, которые ежедневно расследуют тяжкие, особо тяжкие преступления, резонансные дела. При этом порою часто рискуя собственной жизнью. За прошлый год общими усилиями коллектива были достигнуты неплохие результаты. Окончено и направлено в суд 93 уголовных дел. При этом хочу отметить, что 91 уголовное дело – это уголовные дела о преступлениях тяжких и особо тяжких. Следственным отделом также в 2017 году направлено 5 уголовных дел, совершенных несовершеннолетними, которые проживают на территории нашего Конаковского района. Расследовано 8 уголовных дел, совершенных в отношении несовершеннолетних и жителей также нашего района. Коллектив следственного отдела достаточно молодой. Высокий профессионализм, служение закону и народу – этими качествами обладает каждый работник. От руководителя до следователя отдела. Каждый день они успешно ведут незримый бой с организованной преступностью. Кропотливый сбор доказательств и выстраивание версий требуют недюжинных физических и моральных сил. Ведь нередко рабочий день следователя продолжается круглые сутки. И обывателю зачастую внедомек, что работа следователя вовсе не так зрелищна, как показывают в кино, а в первую очередь рутинная, порой опасная. Хотелось бы от женской половины, от прекрасной половины поздравить наших мужчин, сотрудников Следственного комитета, а также мужчин других правоохранительных органов нашего района с этим замечательным праздником. Хочу пожелать им оставаться мужественными всегда, несмотря ни на какие условия, ни простые ситуации в нашей жизни бывают. Хочу пожелать им силы, мудрости, терпения, железных нервов, чтобы они, несмотря ни на что, сошли к своим целям. Ну и, конечно, пожелать здоровья им, им семьям, мирного неба над головой и праздничного настроения. И 23 февраля многие из них праздник встретят на рабочем месте. Говорят, практически нет свободного времени, сжатые сроки расследования, всевозможные нестандартные ситуации, которые надо решать на ходу. Каждое, даже самое рядовое преступление – это целый том фактов, свидетельств и показаний. И как только появляется свободное время, они спешат домой к своим семьям. Поэтому одно из важных качеств, которыми должен обладать следователь – это уметь грамотно планировать свое время и работу.